Понятно, что вы наместник и главный монастырист, но вот ставорпегиальный, что это значит? Как перевести? Ставорпегиальный функционально обозначает, что это монастыри находятся в прямом патриаршем управлении. Они подчиняются только патриарху, независимо от того, в какой бы иной епархии они не находились. Дословно, ставрост переводится как крест. И происходит это от того, что в древности в эти ставорпегиальные монастыри предстоятель церкви поставлял за престолом на горнем месте свой патриарший крест. Знак того, что эта обитель управляется лично главой церкви. И поэтому вот и пошло это историческое название ставорпегиальный монастыри, то есть монастыри, находящиеся в прямом непосредственном управлении самим святейшим патриархом, главой нашей Русско-Православной Церкви. Батюшка, вот Воскресенский монастырь, это приставка, это значит, что Пасха — главный ваш престольный праздник. Это обозначает, что святейший патриарх Никон при создании этого монастыря посвящен главный собор событию воскресения Христова. Он здесь сделал образ и подобие храма, гроба Господня, который находится там, в Ветхом Иерусалиме. И действительно у нас главный престольный праздник — это праздник Светлого Христова Воскресения, поэтому мы празднуем его всю Пасхальную Светлую Седмицу. Но это не единственный праздник, вообще монастырь является господским, то есть у нас есть все престолы, посвященные событиям двумдесятых господских праздников, а вообще в монастыре 43, у нас алтаря 43 престола, поэтому мы празднолюбцы. У нас много престольных храмовых праздников, еще на сегодняшний день не все эти алтари и престолы освящены, в разной степени готовности находятся, но мы стараемся здесь, движемся по этому пути, но в любом случае у нас действительно хотя бы отчасти воплощена та идея Святейшего Патриарха Никона, которую он хотел здесь осуществить, чтобы в монастыре было 365 престолов, алтарей, и был престольный праздник каждый день. Сам Святейший Патриарх этого не успел сделать, он был отправлен в ссылку, но вот на сегодняшний день 43 алтаря имеются, и поэтому мы находимся в некотором приближении. Как будет дальше, но сегодня пока сказать трудно.